Друзья мои, сегодня, в день столетия политической разведки Российской социалистической федеративной Советской Республики, потом СССР, а теперь Российской Федерации, наше выступление будет называться «На палубе Авроры». Здесь речь идет о информационном агентстве «Авроры», которая 17 декабря опубликовала материал некто Школьникова Андрея под названием «Антироссийская диверсия проекта «Большая Евразия». Я повторю. «Антироссийская диверсия проекта «Большая Евразия». Андрей Школьников позиционирует себя титулом «Кео-стратег». Стратегии вообще обучают в Академии Генерального штаба. Насколько мне известно, Андрей Школьников системного образования по стратегии не имеет. При этом титул «Гео-стратег» у меня вызывает ассоциацию с чем-то равным маршалу Советского Союза. Ну, может быть, маршалу Франции. «Гео-стратег». Вот у нас в нашем Богохраним Отечестве есть Академия геополитических проблем, которую возглавляет генерал-полковник Ивашов. Ну, у него есть звание, присвоенное его по прохождению службы в соответствии с занимаемыми должностями генерал-полковник. А вот что такое «Гео-стратег» – это что-то такое, находящееся выше всех государственных регулярных табелей о равных. Так вот, значит, заявление от 17-го числа на портале «Аврора». Любой любопытствующий может ознакомиться с этим заявлением. Проект «Большая Евразия» назван антироссийской диверсией и связан с моим именем, а я в литературном своем обличии подписываюсь, как Андрей Девятцев. При этом на палубе «Авроры» я и хочу сделать этот выстрел «Авроры» сегодня, в этот самый, так сказать, юбилейный день. Старт проявления проекта, мирового проекта «Большая Евразия» начался. Начался он прежде всего от того, что мы бестолковые неополитики, а титулом неополитик я, как самосвят, могу себя называть сам потому, что до нас никакой неополитики не было, и, соответственно, вот я при всей своей, так сказать, глупости юродствующий ересиарх. И именно в этом качестве могу себя и позиционировать. Так вот, специально для всех тех, кто заинтересовался проектом «Большая Евразия» и с оценками геостратега самосвятого, геостратега Школьникова, назвавшего проект «Большая Евразия» антироссийской диверсии, сообщаю, что в 2016 году на Петербургском экономическом форуме в первый раз, а потом через год на Пекинском экономическом форуме «Один пояс, один путь» второй раз, лидер нашей страны, всенародный избранный президент, Путин объявил, цитирую, «Большая Евразия – это не какая-то геополитическая конструкция, это поистине цивилизационный проект, направленный в будущее». Поэтому геостратег Школьников, объявив проект «Большая Евразия» антироссийской диверсии, приписав его мне, косвенно из-за угла нанес удар по нашему красному солнцу, поскольку другого проекта от нашего красного солнца «Мы, граждане Российской Федерации, и все прогрессивное человечество не слышали!» А это, по словам Путина «Большая Евразия» – это цивилизационный проект, направленный в будущее. И этим цивилизационным проектом, направленным в будущее, занимается наша ересь, небополитика! А небополитика – это доктрина времени, это то, чего не было. Потому что геополитика – это доктрина пространства. Небополитика – это доктрина времени, наполненная духом! Поэтому она и небополитика! А геополитика наполнена рельефом и местными предметами, географическим положением, расположением суши-моря. Вот чем наполнена геополитика! И если геополитика в юридически точном определении Ньюнбергского процесса, в столетии которого мы отметили недавно, определена как нацистская идеология, ибо внимание, точное определение, речь идет о сердцевине Евроазии, the heart of Euro-Action, на иностранном языке. Поэтому вопрос большой Евразии с точки зрения юридического определения геополитики – это нацистская идеология. Почему? Потому что речь идет о сердцевине материка евразийского. Это место энергии земли. Мы же бестолкование политики, ересиархи, того, чего не было, идущего в разрез со всеми теми определения, включая и определение Ньюнбергского процесса. Говорим о проекте Большая Евразия не как о нацистской идеологии, а как о снисхождении воли неба или по иначе законами раздания здесь, на земле, в эпоху, которую тот же самый Путин назвал тектоническими процессами глобальной трансформации в феврале 2012 года. Подчеркну, небо политика рассматривает процессы, происходящие вокруг нас, процессы бытия с позиции и в ракурсе времени, подчеркну, времени, а время троично. Время это длительность процессов, это порядок следования событий, независимо от их длительности, и это счастливый случай, это фаза, когда можно сесть на волну космических энергий, то, что называется окнами возможностей, и эти окна возможностей небо политика научилась вычислять, и небо политика еще в 2005 году сказала, что годом перелома будет 2020, он и стал годом перелома, и сейчас открылось окно возможностей сесть на волну прилива космических энергий, которые, так сказать, это окно открылось 14 декабря, и будет открыто до мая месяца, по космическим основаниям, астрологи вам объяснят, что, о чем идет речь, астрологи расскажут астрологическую картину, астрологи не могут эту астрологическую картину, это там, где звезды говорят, опустить на практическую политику, а мы можем, почему, потому что правда преклонится от неба, а истина высияет от земли, тот, кто научился исчислять окна возможностей, тот, кто может рассказать, как правда, а правда это циклические процессы, почему, потому что солнце всходит и заходит, фазы луны меняются, так же самое происходит движение, так сказать, звезд по небосклону, а истина высияет от земли, это священное писание, псалтырь Давида, вот тот, кто может от земли рассказать, что будет, тот и рассказывает то, что можно назвать этим гордым словом истина, хотя Махабхарата точно указывает, что об истине нельзя сказать ничего определенного, ибо истина находится вне пределов человеческого сознания. Ну, вот, претендуя на какие-то геостратегические выводы, самосвят геостратегии, ну, кто ему присвоил это звание, неизвестно, сам себя назвал, значит, объявил проект большая евразия антирусской диверсии. У нефалитиков, которые, ясное дело, ересь, поэтому самосвяты и ересиархи, и никто нас не назначал, и никто, значит, помазаний никаких, понимаешь, на этот счет не производил. А у нас есть технология, это технология оценки взаимосвязей мировых проектов в тех связках сил, которые образуются на мировой арене. И эти, эта технология, это не великая шахматная доска Бжезинского, это вам не западная, значит, диалектика противоположностей, это то, что подсказывает модель карточной игры в Бридж. Бридж это мост, мост будущего. Я специально подчеркну, что мастерами игры в Бридж как модели международных отношений были такие успешные политики, как Черчилль и Тэтчер в Великобритании, Рузвельт, Рейган, Эйзенхауэр в Североамериканских Соединенных Штатах, Дэн Сиопин, Вань Ли в Китайской Народной Народной Республике, Махатма Ганди в Индии, в бизнесе это Уоррен Баффетт и Билл Гейтс, В Системе Стратегического Образования, Военно-стратегического Образования в Штатах Игра в Бридж является учебной дисциплиной. Поскольку она ум в порядок приводит, дает возможность оценивать связки разнородных сил, тогда как шахматы это всегда только белые и черные, белые начинают игру. Поэтому наше Бог Хранили Отечество приняв, так сказать, в качестве модели политики игру в шахматы, а проигрывает. Когда, может быть, в шахматы мы все время играем за черных, поскольку инициатива всякий раз находится не у нас, а противник обыгрывает нас в другую игру, подменив игру. Противник или противники, они же партнеры, значит, в карточной игре, за карточным столом истории сидят партнеры. И они, эти партнеры, играют в другую игру. Мы бестолкование политики, я все время подчеркиваю, не натягивая на себя какой-то венец мудрости, пророка в последней инстанции и уродствующих. 15 лет отрабатывали технологию ощупывания будущего по модели карточной игры бридж на шесть игроков. Это битва мировых проектов. Мировые проекты играют не правительство. Мировые проекты играют за кулисах. Мировые проекты играют масонские ложи. Даже не масонские ложи, а их руководители 33 градуса. в бридж за карточным столом истории за мировые проекты играют духовно-рыцовские ордена в лице их гроссмейстера. Тогда как геостротех школьников рассматривает значит вот это вот соотношение там значит какие-то исключительно с точки зрения того, что видно. Он за кулису посмотреть не может. Он не знает, что там за кулисой происходит. Оценивает только то, что видно. Это удел науки. Наука занимается фактами тем, что есть, а разведка занимается и тем, что есть, и тем, чего нет. И отвечает на вопрос почему нет. Поэтому я подчеркиваю сегодня в 100-летие политической разведки новой России технология ощупывания будущего по модели карточной игры в бридж команда штабной политической игры в бридж актуальна, ибо позволяет посмотреть, что там можно ожидать от взаимосвязей этих мировых проектов, от того, не от того, какие у них есть ресурсы, а от того, какие ресурсы сыграют, а какие, видимо, сильные, окажутся бесполезными в розыгрыше. протолковать то, что мы научились сделать, могут только специалисты, профессионалы иностранных дел, и информационная работа стратегической разведки, а отнюдь не ученый. Почему? Потому что включаются такие вещи, как интуиция, как военная хитрость, а не только математический расчет взяток. Недавно по решению руководства на портале Аврора нами были засвечены исходные данные по кону розыгрыша большой игры на 21-24 год. Там были описаны игроки мировых проектов, а также было принято решение засветить и расклад сил между этими, то есть наименование ресурсов игры и расклад этих ресурсов по мировым проектам. В ближайшее время на палубе Авроры будет произведен розыгрыш теми, кто понимает глубинные смыслы, мотивы, возможностей и намерений этих закулисных игроков мировых проектов. Это будет сделано на палубе информационного агентства Аврора под камеры для того, чтобы не делать секрет, не создавать тайну, а показать, предупредить и вразумить тех неравнодушных, кто ищет правду, потому что те, которые все знают про себя, им хоть кол на голове тиши. Я же, завершая свою эмоциональную речь на палубе Авроры должен сказать, что розыгрыш большой игры на кон 21-24 год будет выстрелом Авроры таким, каким был выстрел 25 октября, 7 ноября с того крейсера Авроры по Зимнему дворцу. Речь идет о смене режима в нашем Богхранен Отечестве. Спасибо за внимание.